В Минздраве обнаружили, что в России стало меньше врачей. Специалисты говорят о развале всей системы здравоохранения. В Минздраве обнаружили сокращение числа врачей в 54 регионах России. В двух больше, чем на 50%. Позже в министерстве заявили, что в данных была допущена техническая ошибка. Докторов стало меньше в 55 регионах, но не в тех критических объемах, о которых говорили раньше. По мнению президента общественной организации Лигы защиты врачей Семена Гальперина, уход докторов из профессии, говорит о развале всей системы. Людям стало сложнее попасть к врачу. То есть медицинская помощь в результате всех этих реформ, оптимизации и сокращений, она стала менее доступной и хуже по качеству. И, собственно, это вызвало недовольство среди населения. И теперь нужно как-то оправдываться, искать, кто виноват. И сделать виноватыми врачей, которые сами по каким-то причинам, значит, неблагонравным оставляют профессию? Да, конечно. Ну, естественно, никто не назначит виновными тех чиновников, которые до сих пор сидят в своих креслах, которые проводили оптимизацию, которые закрывали больницы, увольняли врачей, проводили массовые сокращения, вот, тех, которые воровали бюджетные деньги, направленные на, собственно, на здравоохранение, и которые должны были идти на зарплаты врачей. Врачи, которые устают и уходят из профессии, они уходят действительно заниматься каким-то другим вещами? Как это вообще выглядит? По-разному. Понимаете, бывает, врачи уходят, скажем, в крупных городах, столицах, да, врачи стараются уходить в коммерческие предприятия, в частные клиники, там лучше условия, там выше зарплата, там можно договариваться об условиях своей работы. Вот, а часть врачей, просто испугавшись, например, на таких острокриминальных профессиях, как у нас хирурги, например, да, сейчас это акушеры, гинекологи, вот те, которые в первую очередь могут попасть за решетку в связи с вот этими разборками, да, и компанией преследования уголовного врачей, они стараются уходить в более спокойные профессии. У нас пока еще не развалено образование медицинское, вот, мы только на пути в эту сторону, то есть те, кто сейчас заканчивают мединституты, они найдут себе работу где-то в других странах, вот. А на их место вот уже призывают зарубежных коллег, тех, кто не может найти себя, не сможет по своему уровню образования найти работу в европейских странах или на американском континенте. Смотрите, Свердловская область, там совершенно жуткая история в Нижнем Тагиле из одной из больниц. Вообще все врачи поувольнялись к чертям собачьим, просто все. Даже записали обращение врачи к Путину, и Песков даже уже отреагировал, сказал, что мы в курсе того, что действительно что-то там происходит. Ну смотри, там есть такая Демидовская городская больница, по данным местных журналистов, после массового увольнения хирургов оттуда, в некоторых отделениях стационара остались только по одному врачу. Знаете, что это такое? Это называется заставь дурака Богу молиться, а он лоб расшибет. Тогда мы вот так вот с радостью рассказываем про майские указы, о том, чтобы повысить зарплаты и так далее. Что происходит на месте у бюджетников, ну и, конечно, у медицинских работников? Происходит следующее. Пустые ставки, так называемые, просто передаются людям, которые работали на одну ставку, получали условную зарплату там в 15-20 тысяч рублей. Теперь им дают 2-2,5-3 ставки, и они работают, как папы Карла, часов по 15. По 15. На скорой помощи, это же не только в Нижнем Тагиле, в Орле объявили итальянскую забастовку врачи, потому что объединили город Орел и Орловский район, и, собственно, зарплату не повысили вообще, но нагрузка увеличилась, в том числе транспортная, которую они пересекают. А губернатор говорит, что денег нет, при том, что есть профицит бюджета по этому поводу, нужно понимать. В Нижнем Тагиле такая же ситуация, по всей стране ровно такая же ситуация. Вот эта модернизация здравоохранения привела к полной деградации того, что происходит. На прошлой неделе Путин провел совещание по поводу этого с министром здравоохранения Створцовой, который сейчас находится под угрозой отставки. Отставки в том, что абсолютно только придуманы эфемерные доклады о том, что у нас увеличилась продолжительность жизни и уменьшилась младенческая смертность. А то, что развалены кадры, а то, что у нас не работают эти майские указы, а то, что увольняются сотрудники, а то, что у нас фельдшеры работают на месте врачей, а то, что у нас просто нет врачей, а то, что у нас врачи из Средней Азии теперь работают по этому поводу, о том, что не работает программа «Сельский лекарь», о том, что доступность закрытых медицинских учреждений по всей стране, они же сокращены в два-три раза по всей стране. Люди теперь не могут просто доехать по этому поводу, Не только потому, что нет дорог, но и потому, что это колоссальные расстояния. Нет медицинских лекарств. Более 50% просто не расторговано лекарств. Просто не расторговано, потому что Министерство здравоохранения ввело определенные замечательные регламенты, по которым эти цены не удовлетворяют тех, кто может осуществлять соответствующие поставки. Не осуществляется никакое импортозамещение. Нам говорят о успехах наших фармацевтических компаний, какой-то Нейшфарм в Нижегородской области. Она принадлежит немцам, чтобы было понятно относительно вопросов импортозамещения. Люди умирают, потому что нет лекарств. Это просто нет в аптеках. Многие регионы, которые являются там не исключительно дотационными, просто не способны выполнять обязательный государственный заказ по необходимым лекарствам, потому что у них просто нет денег бюджетов. Фонд обязательного медицинского страхования, который является основным финансовым институтом по этому вопросу, наполовину не заполняется, потому что люди просто не способны, бизнес просто не способен платить отчисления в фонд обязательного медицинского страхования. В конечном итоге мы получаем деградацию по всем инфраструктурным проектам. Помните ту самую Струнинскую больницу, которую там на субботниках малевали? Я по всей стране в прошлом году проехал, вы видели состояние наших больниц, в каком они, видите, находятся сейчас, что происходит с системой здравоохранения. И только вот показываем красивые картинки, как открываются перинатальные центры, которые никому не нужны, допустим, в Московской области. И ездят автомобили с рупорами, рассказывают, рожайте здесь, в Московской области, хотя перинатальные центры только для трудных родов, а не в качестве роддомов, которые пытаются заменить. Потому что только отмывают деньги через систему здравоохранения и отчитываются в Москве, больше ничего не нужны. Как происходит система здравоохранения? И хорошо, что трубят нижнетагильские врачи, потому что невозможно в таких условиях работать. Невозможно. Вот сейчас мы, например, обсуждали Тайшет, Тулун, Нижнеудинск, Иркутская область. Я в прошлом году заезжал в больницу Тулуна. Я видел больницу Тулуна. Люди работают по 2-3 ставки. 2-3 ставки получают. И нет никаких там 100 тысяч рублей или 70 тысяч рублей, или там не менее, чем средняя по региону она должна составлять. Санитарки получают 10-12 тысяч рублей. Вот этот вот младший персонал получает именно такие заработные платы. И то вопрос, как бы выплатит им это или не выплатит. А как прожить на 10-12 тысяч рублей? Объясните мне. Когда нам говорят о том, что буквально на прошлой неделе у нас Министерство труда и социальной защиты повысило минимальный прожиточный уровень. 11 185 рублей он сейчас составляет. Но кто-то может прожить на это. Там же и коммуналку надо платить. И лекарства нужно платить, которые государство в том числе не обеспечивает. И на еду, и вообще нужно какую-то одежду, и хоть что-то еще в жизни нужно делать. 11 тысяч рублей. Мне предложили вместо должности старшей медицинской сестры и оплаты 11 тысяч 400 рублей, мне предложили детсестру работать за 8 тысяч 600 рублей оплату. Вот все их предложения. Это считается самкома. Все хорошо. Мы, работая здесь, рассчитывали на свои зарплаты. Зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносит. Я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю. В моем ближайшем окружении нет чиновников. И, надеюсь, никогда не было. Они все коллеги. Ты сам понял, что сказал? Ни душа, ни туалета. То есть условия намного ужаснее. Наших пациентов вымозят в шагрец и уменьшиков. Они как отошла стена и провалился пол. И пациенты ходят в столовой через улицу. Условий никаких нет абсолютно. Там холодно. Они ходят в процедурный кабинет на уколы. В куртках. Даже не хотят раздеваться. Они вот звонят и как бы... И жаруются. Говорят, надежда умирает последней.